Новый седан Volkswagen Jetta прошел российскую сертификацию. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Росстандарта. Машины у нас будут продавать с локализованными моторами. Из Калуги эти двигатели поедут на сборочный завод в Мексику, а обратно в Россию вернутся уже под капотом готовых автомобилей. У обеих модификаций классический шестидиапазонный автомат, но для базового двигателя также предложена пятиступенчатая механика. Интересно, что в сертификационных бумагах указана независимая задняя подвеска. Пока не ясно, ошибка это или же уникальная особенность российской версии. До сих пор мы предполагали, что в задней подвеске будет скручивающаяся балка, потому что это обычное оснащение для мексиканской Jetta. Теоретически, вариант с многорычажкой существует. Это заряженная модификация GLI. Правда, в Россию такие машины поставлять не планировали. Напомним, что Jetta на платформе MQB дебютировала без малого два года назад, а российские дилеры получат первые автомобили в начале 2020 года. Год назад минивэн Renault Espas пережил техническое обновление, а теперь пришло время небольшого рестайлинга. В первую очередь, версию 2020 модельного года можно опознать по другим бамперам. В салоне комбинация приборов уступила место широкоформатному дисплею. Блок климат-контроля, напротив, обзавелся аналоговыми кнопками под экраном медиасистемы. Вдобавок, однообъемник обрел автономность второго уровня. Речь идет об адаптивном круиз-контроле. Кроме того, именно Espas стал первым Renault, для которого за доплату доступны адаптивные матричные фары. Редактор субтитров А.Семкин